Спасибо. Я приветствую всех участников зографских чтений и очень рад, что после длительного многолетнего перерыва мне удалось снова присоединиться к этому мероприятию. Не знаю, насколько будет интересно то, что я говорю. Я вот не езжу сейчас, к сожалению, так часто в Индию, как Максим, а когда я ездил, общался в основном действительно с очень европеизированными индийцами, которые в каком-то смысле более европейцы, чем я, скажем, с моим советским российским образованием. И я действительно думаю, что одна из очень важных проблем современной Индии, как вот все это будет сочетаться. Это та традиционность, которой занимается Максим, и та современность, от которой Индии все равно никуда не деваться. Ну, но мы занимаемся, в общем, в основном действительно традиционной Индией. Мы как-то ее для себя воспринимаем. И я действительно, как и Максим, больше воспринимаю ее в таком поэтическом, как бы, литературном плане. Ну, сначала, наверное, мне надо еще сказать, почему я вдруг занялся ромайной, хотя раньше и не занимался. Вы, наверное, знаете, что Павел Александрович Гринсер по коней, который не раз, кстати, принимал участие в зографских чтениях, и, наверное, многие, по крайней мере, некоторые из присутствующих его хорошо помнят, к концу своей жизни он по просьбе издательства «Ладомир» стал переводить на русский язык ромайну вальмики. И вот, кстати, Максим занимается переводами современных этих самых ромаитских поэтов. А ведь на русский язык до сих пор не переведена полностью ромайна вальмики. Или вальмики, извините, наверное, правильнее говорить вальмики. Привыкли так. Так вот, при жизни Павел Александрович, к сожалению, успел опубликовать перевод только первых двух из семи книг ромайной вальмики с подробными комментариями и со вступительной статьей. В его компьютере остался перевод третьей книги с комментариями и статьей. Это было изнапосмертно. Из шестидесяти семи песен четвертой книги в южной версии Павел Александрович предпочел, в отличие от американских индологов, которые переводили по критическому изданию, Павел Александрович решил, что надо переводить по южной версии, как такой более обширный. Так вот, он успел перевести из шестидесяти семи песен четвертой книги только пятьдесят. И не успел написать ни комментарии, ни статьи. Вот я дерзнул, вдохновленный тем же издательством Ладомир, довершить перевод этой четвертой книги. И даже получил на это грант Эргенеев. Сначала я внимательно рискну сказать глазами редактора, ну и глазами ученика прочитал сделанный перевод пятидесяти песен на четвертой книге, перевод Павла Александровича, «Держай перед глазами и оригинал». Чтобы, так сказать, вчитаться в стиль этого перевода. Это был тоже интересный опыт, кстати. Я как бы посмертно общался с Павлом Александровичем. Я вот чувствовал, как он воспринимал этот текст, как он его переводил на русский язык. Это очень был своеобразный опыт. Затем я перевел оставшиеся семнадцать песен, стараясь не уходить далеко от стилистики Павла Александровича. Одновременно сочинял комментарии, а потом и статью. К лету восемнадцатого года я отчитался перед Эргенеев по отделанной работе, и отчет был принят. Но уже тогда мне было ясно, что для сдачи рукописи в издательство потребуется еще немало работы. И по редактированию перевода, и по расширению комментариев, и по доводке статьи. В силу разных личных причин я пока не закончил эту работу, но надеюсь, к концу текущего 2020 года все-таки ее закончить. И двойне самая сложная часть этой работы в меня оказалась написание сопроводительной статьи. Я никогда прежде не занимался ни Ромайной Вальмики, ни Махабхаратой. Немного занимался, правда, Ромайной Тульсидасой, кстати, да. Махабхаратой Ромайн – это была область занятий Павла Александровича вот в моем московском кругу. И я не держал, что называется, вторгаться на его территорию. А теперь по ходу этой работы я вынужден именно вторгнуться на эту территорию, и тут всплыли на поверхность все мои прежние явные и неявные конфликты с Институтом мировой литературы, где я более 20 лет проработал рядом с Павлом Александровичем, и советским литературоведением. Павел Александрович в течение многих лет по необходимости работал в рамках того, что я когда-то назвал советской парадигмой, и привык выражать свои мысли языком советского литературоведения, искусно преодолевая ограниченность этого языка. Я же всегда тяготился схематичностью этого языка и стремился как мог преодолевать его, выходить за его пределы. Вот и теперь, в случае Ромайна, я сразу споткнулся, например, о слове «эпос», которое Павел Александрович употреблял с легкостью, как само собой разумеющееся. А у меня сразу возникли вопросы. Когда и как, и откуда в русскую филологию пришло вот это слово «эпос», и когда это слово стало обозначать некое якобы универсальное явление мировой литературы. У меня пока нет ясного ответа на эти вопросы, но подозреваю, что слово «эпос» пришло к нам не прямо от греков, а от немцев в XIX веке. По-видимому, именно немецкие авторы конца XVIII – начале XIX века придали термину «эпос» всемирно-исторический статус. Если кто знает об этом побольше, то я с удовольствием воспряму любую информацию, любые подсказки. Слово «эпос» сразу тянет за собой и Мегамера, и название его поэм. Но сопоставления Ромаина из поэм Мегамера явно недостаточно. Рама – это одновременно и человек, и Бог. Как нам сейчас хорошо рассказывал Максим. Наподобие Иисуса Христа. И Ромаина – это житие человека Бога. То есть тут, по крайней мере, не менее уместно сравнение с христианскими Евангелиями. Иными словами, Ромаину следует изучать не только и не столько в плане сравнительного литературоведения, сколько в плане сравнительного религиеведения. И я еще более утвердился в этой мысли, когда в 66-й песне, вот южной версии Ромаины, прочитал рассказ о непорочном зачатии Ханумана. До того мне не случалось встречать даже упоминание о том, что Хануман был зачат таким образом. После этого моего «открытия» я спрашивал у разных специалистов, нет ли работ по сравнительному изучению феномена непорочного зачатия. Но ничего пока разузнать не удалось. Если, опять же, у кого есть какие идеи и подсказки, я с удовольствием их восприму. Ромаина, разумеется, дает материал для разнообразных компаративных штудий. Далее я предложу вам небольшой компаративный этюд, не выходящий за пределы того, что называют классическим индийским эпосом, то есть Ромаина и Махабхарат. Третья книга Ромаины в Альмики. Злодей Ракшаса по имени Равана похищает жену Рамы Ситу и уносит ее к себе на остров Ланку. Рама и его брат Лакшман отправляются на поиски Ситы. И в начале четвертой книги Рама и Лакшмана знакомятся с царем обезьян по имени Сугрива. И, кстати, в четвертой книге, собственно говоря, Сита отходит на второй план. Она только возникает в разговорах и в страданиях Рамы. Больше совсем тут действуют другие персонажи. Вот этот Сугрива, как и Рама, живет в изгнании. Старший брат Сугривы, которого зовут Валин, изгнал Сугриву из их царства под названием Кишкинда. Тому книга называется Кишкинда-Канда. Книга Кишкинда. И заодно отнял младшего брата его жену. То есть у них похожие с Рамой ситуации. Рама и Сугрива заключают соглашение. Рама поможет Сугриве одолеть Валин и вернет Сугриве власть над Кишкингой и жену. А Сугрива со своим обезьянным войском поможет Раме найти и вернуть Ситу. Вообще, вот, так сказать, эти обезьяны, это тоже загадочные существа. Они соотносятся с обезьянами, а с другой стороны, они иногда и люди. Они Кама Рупина. Но это отдельная история. И тоже вот тут для меня еще много неясного. Сугрива вызывает Вальна на поединок. И во время этого поединка Рама из укрытия поражает Валяна смертоносной стрелой. Это песня 16-я. Столь неприглядный поступок Рамы, очевидно, литературе о Раме – это отдельная тема. Тоже очень интересная. И у нас тоже, по-моему, малоизученная. Здесь же рассмотрим, что следует за этим эпизодом в самой романе Вальмики. В песне 17-й умирающий Валин обращается к Раме с речью полной упреков. Вот в переводе Павла Александровича звучит примерно так. «Какую истяжал ты заслугу, убив меня из засады, когда я тебя не видел и был поглощен битвой. Подумай, как оправдаться за то, что со мной ты сделал». В песне 18-й в ответ на его упреки Рама тогда сказал. И вот в этой песне и примыкающей эту песню и примыкающие к ней некоторые фрагменты последующих песней можно счесть своего рода аналогии и бхагавадги. Там Кришна объясняет Арджуне, почему можно и нужно убивать в предстоящей битве родственников и даже учителей. Здесь Рама объясняет Валину, почему его Валина можно и нужно было убить во время уже состоявшегося поединка двух братьев-обезьян. Объяснение Рамы как справедливо резюмирует его такая Розалин Тлефебер которая перевела на английский язык эту четвертую книгу по критическому изданию. Вот согласно этой Розалин Тлефебер объяснение Рамы можно свести к трем тезисам. Добавлю от себя логически они не очень связаны между собой. Первый тезис Валин нарушил Дхарму отняв у своего младшего брата Сугрива его жену и Рама будучи представителем верховной власти то есть своего брата Раджи Бхараты должен был его Валина наказать за это. Второй тезис Рама обещал Сугриве убить Валина и никак не мог не выполнить своего обещания. Третий тезис Валин всего лишь животное и Рама будучи человеком и к тому же царского рода имел полное право в порядке охоты Валина убить. Вот такая разворачивается псевдологика. Но бедному Валину приходится признать правоту рабы. Он признает, что да, его правильно убили. В песне 19-ой Тара узнает о том, что Валин при смерти и песня 20-ая это плач Тары над телом умирающего мужа. Кстати, интересно, у Павла Александровича Гринса есть очень интересная такая длинная статья о плачах жен по погибшим мужьям в индийском эпосе. Но почему-то плач Тары он не привлек. Хотя это такой вот очень интересный образец плача жены по умирающему и умершему уже потом мужу. В отчаянии Тара решает уморить себя до смерти голодом. И в песне 21-ой Хануман пытается утешить Тару примечательно, что уже в этой песне есть в этой речи Ханумана есть словесные переклички с текстом Бхагавадгиты. Так Хануман говорит Таре. Позволю себе вот эту шоку зачитать. То есть сама достойная печали по кому достойному печали ты печалишься? Кому жалкому сама жалкая ты сострадаешь? Кто по кому должен печалиться, если это тело подобно пузырю? То есть можно сравнить слова Кришны обращенные к Арджу не в Бхагавадгите. Ашочян анвашоча ствам праджня вадан сябхашасы. Ну гатасу на гатасан ся на нушочан типандитах. Ты печалишься о тех о ком не следует печалиться, хотя говоришь разумные речи об умерших и не умерших не печалятся мудро. В песне 22 Валин обращается с предметными словами к брату Сугриви и к сыну Ангоди и умирает. Песня 23 вот это плач Тары на тело умершего мужа. Прекрасная совершенно. И Павел Александрович это перевел поразительно. В песне 24 это в южной версии. Интересно, что в критическом издании эта песня вообще не включена. Сугрива раскаивается в том, что уговорил Раму убить Валина, а Тара обращается к Раме с поразительной речью. Вот я позволю себе зачитать ее. Это тоже перевод Павла Александровича. Вот я тоже не знаю, с чем сравнить эту речь. Она говорит Раме. Она обращается к нему как к Богу. «Непостижимый и несравненный, страсти поправший, преданный Дхарми, истинно славный, подлинно мудрый, мирохранитель прекрасно глазый, луком и стрелами вооруженный, великомощный и дивно сложенный. Ты с человеческим телом расстался и существуешь в божественном теле. Убей меня, Рама, той самой стрелою, которую убил ты любимого мужа. Убитая, снова я буду с ним рядом, а там без меня он не будет счастливым. Он будет бледный пребывать в печали, оставшись без меня один на небе. Та же, как ты на склонах Решья-муки печалился в разлуке с милой ситой. Ты знаешь, Рама, что с женой разлука приносит человеку много горя, поэтому убей меня скорее, чтобы Вален там не мучился разлукой. Я дальше не буду, тут еще довольно долго. Не знаю, с чем это можно сравнить. Женщина обращается с одной стороны к Богу и восхваляет его как Бога, а с одной стороны говорит, убей меня сразу. В ответ Рама отвечает так. Не заблуждайся, жена героя, весь этот мир творцом благоустроен. Им установлено, все это знают, чередование радости и горя. И в трех мирах, во всем ему подвластных, творца предначертания неизменны. Ты вскоре обретешь большую радость, твой сын наследником престола станет. Творец судьбу судил тебе тебе такую героев жены над творца не ропщат. Ну, тут возникает в русском переводе слово судьба. Там в оригинале это Нидгана, то есть Нидгана, по-моему. Вот это интересно, тут тема, как еще тема судьбы возникает. В начале 25-й песни или 24-й в критическом издании Рама сострадая с Угри, Витари и Англеди и утешением сказал еще пять строф, которые как бы продолжают его самооправдательную речь, обращенную к умирающему валену, но выходят на иной, можно сказать, философский воин. В этих строфах три ключевых слова Ниети, Када и Свабхава. И эти три слова не просто слова, можно сказать, термины, нередко возникающие, причем часто именно по соседству друг с другом в тех текстах, которые изучаются в рамках дисциплины под названием сейчас индийская философия. В отечественном энциклопедическом издании индийская философия каждому из этих трех терминов посвящена отдельная статья. В примечании к данным строфам упомянутая уже Розалин Тлефебер пишет, термины Ниетих, она переводит это как Дестни, Судьба, Калах, ну, Тайн, Время, или Дэ, Смерть, и Свабхава, она переводит это как природа. Здесь практически взаимозаменяемый, как указывают некоторые индийские комментаторы. Каждый из этих терминов означает неумолимое время, сопровождаемое смертью. Такая синонимичность при несомненном внешнем различии ключевых слов рассматриваемой отрывка, это я уже от себя добавляю, создает немалые проблемы для перевода. Вот интересно, значит, есть два, по крайней мере, перевода на английский язык вот этой песни южной версии. Один перевод сделал некий индийц с редкой фамилией Шастре, опубликованным был в 50-е годы прошлого века, и вот второй перевод Лефебра. И Шастре все эти три термина переводят просто как время, time, но иногда он уклоняется от перевода слова свабгала. Лефебр все три термина переводят как fate, судьба. Вот интересно, так сказать, такие варианты. Причем, опять же, вот, по крайней мере, с одной из этих пяти строк тоже есть словесная перекличка с Багавадгитой, на что указал еще индийский издатель критического издания. И там вот это именно слово свабгала присутствует. Сейчас, минутку, где она у меня тут попалась. Да, значит, я вам зачитаю просто вот эту страфу из Багавадгиты, где интересно слово свабгала, как оно употребляется. То есть, ни деятельность, ни дело мира не создает владыка, ну, или Господь, ни соединение дел с их плодами. Лишь, существует лишь самосущее. Вот, свабгала, ступ провартаты. Самосущее лишь, так сказать, провартаты, можно сказать по-русски проворачивается, разворачивается. Вот, как это действительно все переводить на русский язык? Ну, любой перевод, конечно, будет условен, и тут нужно много комментариев. Ну, вот, я позволил себе такой сделать перевод. Собственно, в основе лежит перевод Павла Александровича, но я чуть-чуть... Павел Александрович решил в след за Ли Фебер переводить все как судьба, но мне все-таки показалось это неправильным, и вот я предложил такие переводы. Я не буду вам уж зачитывать санскритские тексты, но вот по-русски я сделал это так. Судьба всему причина в мире, судьба источник всех деяний, судьба для всех живых существ происходящего причина. Не совершает никто ничего и нет властителя свершений. Своей природой существует мир, над ним время главенствует. Вот свабгавы вартателокас, то есть вот по своей природе вертится мир. Дальше возникает слово кала. Время не нарушает времени, время неизбывно. С самосущим временем столкнувшись, никто его не отвратит. Вот тут слово свабгава получается как бы определением, может быть, тут трудно сказать, грамматически можно и так, и так понимать. С самосущим временем столкнувшись, никто его не отвратит. Время не признает родства, ни причин, ни величия, ни друзей, ни близких, оно причина всего, над ним же никто не властен. Однако движение времени должен видеть хорошо видящий, дхарма, артха и кама, ходу времени подчинены. Ну, чтобы не отнимать у вас много времени, я не буду тут вдаваться в филологические детали. Замечу, кстати, что сейчас должен выйти выпуск Вестника РГДУ, где моя статья на эту тему, и там я довольно подробно все это развиваю. Ну, что тут два слова для меня особенно интересные. Это вот ниэти и свабгава. И вот ниэти я тут такой некоторый филологический анализ провожу, но буквально, я думаю, это слово можно перевести по-русски как такая всеобщая предопределенность. И вот поэтому переводят словом судьба, но я не думаю, что слово судьба, конечно, вот в европейских языках довольно многозначна, и я не думаю, что в санскрите есть достаточно точный, ну, он и не может быть точным, потому что и в европейских языках это слово не имеет точного значения. Ну, вот одним из эквивалентов обычно считается слово ниэти, но для меня это довольно спорно. И тут можно довольно долго рассуждать о том, и я знаю, этим занимался Ярослав Владимирович, и вот недавно, к сожалению, неумерший Максим Альбертович Русанов, так сказать, как, какие понятия в индийских текстах мы можем более или менее сопоставить с более привычным для нас понятием судьба. А вот слово свабгава, мне кажется, тоже требует дополнительного комментария, но обычно его толкуют как, если я не ошибаюсь, в индийских терминах как кармадгарая, то есть вот как определение, как обладающее собственной природой. И вот я показал в одной из строф, оно может восприниматься как эпитет к слову кала. То есть вот кала он свабгава, то есть обладающий собственной природой. Но мне кажется, что в некоторых контекстах слово свабгава можно понимать как богуврихи, то есть то, что имеет собственное бытие, нечто самосущее. Поэтому на европейские языки часто это переводят словами природа. я тоже не уверен, что я не изобретаю велосипед, может быть, ослой, но мне пока не попадалось каких-то подробных исследований слова свабгава. И мне кажется, что часто его проходит мимо такой возможности истолковать его как богуврихи. Ну, на этом я, пожалуй, остановлюсь, потому что, по-моему, я уже время исчерпал. Надеюсь, я вам показал, что в Ромайне тоже можно найти такие вот пассажи или эпизоды, которые вполне заслуживают внимания тех, кто занимается индийской философией. И вот в данном случае такая немножко, конечно, ироничная, я бы сказал, но все-таки аналогия с боговадгитой. Ладно, на этом я закончу. Спасибо, Сергей Дмитриевич. У меня, конечно, вопрос один. Когда будет четвертая книга? Ой, ну, вот, я, как и Максим, сослался на мусульманское выражение иншаллах. Вот, я не знаю, есть, кстати, по-моему, латинский эквивалент деве воленте. Я не знаю, есть ли санскритский эквивалент. Максим. Более, как бы, если говорить об арабском, лучше букра. Это совсем непонятно. Как? Букра, то есть завтра. То есть совсем непонятно. Ну, это, говорят, это монголы. Мне люди, изучающие монгольский языки, говорят, что у монголы любят выражение маргаш. Завтра. Это значит никогда. да. Вае говорим рам крепасы сап куча эга. Да. Рам крепасы сап куча эга. Аш гэй и си сальмы сап крунга. Может быть, в этом году я все-таки завершу. потому что... Ярослав Владимирович, буквально последняя вставочка. Вы же понимаете, что без указателя издавать Рамайну нельзя, Сергей Дмитриевич. Ну, по-моему, предыдущие тома изданы без указателя. Совершенно верно. Это скверное недоразумение, пора исправлять. Ярослав Владимирович. Но, понимаете, вот это у вас уже воздействие современной западной культуры даже, может быть, британской в частности. Я готов поддаться в этом плане британской культуре. Пусть это будет единственное, в чем я поддамся. Если я не ошибаюсь, то у индийцев вот до их контакта с Западом не было. Или, может быть, были какие-то аналогии, я не знаю. Но вот эти... У них-то и словарей толком не было, поэтому... Ну, да. Но я не знаю. к тому, кто... Если вы возьмете и составите... Я готов составить указатель к четвертому тому. Вы понимаете, что он... И невозможно будет пользоваться без. То есть, в смысле... Я готов... Ну, хорошо. А как быть все равно с первой, второй, третьей... Ее пора переиздавать. И это следующий вопрос. Ну, это понятно. Нет. Но главное... Я что хочу сказать, что... Вот я все это рассказывал. Но главное мое впечатление вот от работы над этим переводом... Это было, конечно, огромное удовольствие и открытие. Я никогда раньше, честно говоря, вот не читал сплошь. Ну, только когда санскрит мы учили, мы, конечно, не читали какие-то отрывки из Махапхараты, какие-то отрывки из Ромаины. Но я никогда не прочитывал сплошь целую книгу Ромаины. И я понял, конечно, что это... Как сказать? Это произвело на меня большое впечатление. Вот. И я понимаю, что... Что это действительно... Это великий текст. И... Вот. Надо действительно на русском языке это издать вот целиком все семь книг. Да. От этого никуда не деться. У меня короткие вопросы и потом небольшой комментарий тоже. Значит, вопрос такой. Вы сказали, Сергей Адмитриевич, что вы сверяли текст перевода Павла Александровича с оригиналом, то есть с текстом южноиндийской версии. Да. Это южная версия. Да. Скажите, пожалуйста, у вас нет в электронном виде, скажем, этого текста? Нет. У меня лично нет. Я не знаю, потому что он есть. Потому что... Я знаю, да, это большая проблема. Это большая проблема. Нет, у меня просто книжка, которую я купил в Бинаресе в 68-м году. Гитопресс. И Павел Александрович пользовался ею же. Хотя он и в Ленинке брал вот издание там это самое мирное Сагрпресс. Но это вот это Гитопресс, это просто популярное переиздание. Я искал сам. Я нашел в интернете есть электронные но есть, но они не сплошняком. Это, так сказать, их, по крайней мере, два разных, по-моему. Один лучше, другой хуже. То есть там страфа за страфой. Можно на Дованагаре, можно в этой самой транскрипции и тут же перевод, комментарий. но вот такого, чтобы и можно если очень захотеть, то можно сделать самому электронную версию. Но это большой труд. А так, чтобы была готовая. Я предлагаю Сергею Дмитриевич и Ярославу Владимирович отдельно поговорить. Я готов собрать все, что угодно из чего угодно, но сперва надо понять, что куда собираем. Хорошо. Ладно, теперь я просто перейду к небольшому комментарию. Вот вы сказали, что надо изучать Рома не столько в плане сравнительного литературоведения, сколько в плане сравнительного религиоведения, потому что в ней герои в то же время являются полубогами и так далее. Или богами. Кроме сравнительного литературоведения есть еще сравнительное посоведение. И вот сравнительное посоведение как раз оно свидетельствует, что, ну, типология свидетельствует, что есть эпос поздний, есть эпос героический, есть эпос архаический. Вот в архаическом эпосе, там как раз обязательно герой – это полубог, или, так сказать, он пришел с небес, там, и потом возвращается обратно. А все его антагонисты – это все какие-то чудовища хтанические и так далее. Так что вот Махабхарата, и это Павел Александрович Гринцер, кстати говоря, в своей книге, вот, древнеиндийский эпос, замечательно показал, что Махабхарата, вот при том, что она дошла до уровня уже пост-героического эпоса, дидактического, при том, что она вполне героический эпос, но сохраняет еще массу черт архаики. И вот это как раз черта, у ней действительно герои являются, собственно говоря, полубогами. Сыновьями богов, их антагонисты являются воплощениями асуров. Это восстанавливается, скажем, та же картина и для Гомера того же, для Илиады, потому что там тоже есть такая версия, что точно так же, как и в Махабхарате, там земля является, значит, к Зевсу и говорит, что она переполнена, значит, она людьми нехорошими, и поэтому тогда боги воплощаются в героях Илиады, а их противники, значит, вот такие тоже какие-то изначально хронические персонажи. Это одно. Да, и вот как раз вчера много говорили об инклюзивизме индийской. Так это как раз вот пример того, что даже этот самый эпос, такой пост-героический уже дидактический религиозный эпос, он вполне принимает в себя и героический эпос, и тот принял в себя архаику всю. А Рамай. А что? Ну, Рамай это то же самое, Рамай это то же самое. Изначально только, по-видимому, Рама был в воплощении мыдры. Вот, теперь, значит, вы говорили вот об этих понятиях судьбы разных. Ниятис, Вабхава и Кала. В Махабхарате есть просто гимны, то есть, что я говорю гимны, но есть просто тексты, в которых излагаются эти, каждая из них, вот, как особое такое предфилософское учение. Там есть гимны, где преповедуются Свабхава. Это Свабхава Вада. Ну, что такое Свабхава в более классической философии, это, наверное, Андрей Всеволодович хорошо знает. Что касается Кала, ну, это тоже вот такое, это как раз, вот, по-моему, наиболее такое характерно героическое учение о всесиле и времени. И, наконец, Нияти. Нияти это тоже, так сказать, это была центральная концепция адживиков. Такое центральное понятие, вот эта предопределенность такая, всеобщая. То есть, каждое из этих слов, за ним стоит определенное такое учение. Свабхава Вада, Кала Вада, Нияти Вада. Ну, это все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое за интересный доклад. Очень ждать будем перевода. Да, извините, если я вторгся в какие-то сферы, в которых не так глубоко понимаю. Но должен сказать, что вот я очень, как сказать, подозрительно отношусь вот к посоведениям. Мне кажется, что это все какие-то довольно поздние европейские такие конструкты. Во всяком случае, я не умею с ними обращаться. Но это уже, может быть, мое собственное просто, мой собственный недостаток. Ну, Павел Александрович, он очень даже активно этим занимался. Да, ну да. А героический эпос, это же придумали немцы, вот Хельден-эпос. Это явно немецкая придумка. Ну, ладно, это уже мои всякие идеосинкразии. Одно слово можно сказать. Вот если уважаемые коллеги видят, есть книжечка, которую я держу сейчас. Она как раз называется Ширама Гита. Тоже издательство Гитопресс Горадпур, то есть с переводом на санскрите, с переводом на хинди. Это часть Адхиат Марамайана. А, да-да. Вот здесь-то действительно Ширама Гита, ну, то есть она так и называется, и много других дискурсов Рамы. И можно как раз, говоря о Вале и так далее, приводить какие-то параллельные места именно отсюда. Потому что здесь действительно Рама дает подробную такую ведантистскую проповедь этому умирану. Валену? Валену? Да-да. Как раз то, о чем вы говорили, в «Валмике» Рамайане там оно как-то наметано, да, то есть там нужно догадываться. Вот Тульси и Даса там уже это более отчетливо приобретает характер таких проповедей взаимных. О том, почему его надо было убить, и как это хорошо, и там, и все такое. А здесь это уже оформленный такой текст, действительно, Гита. В том же смысле, в котором мы говорим, Гита – это Гита. Да, спасибо, да. Я имел в виду, что, видите, к сожалению, чтобы написать действительно как-то солидно эту статью, мне большое количество материала надо освоить, к сожалению, которым я раньше практически не занимался никогда. Ну ладно, это уже мои проблемы. Во-первых, я хочу поблагодарить, и в частности, меня произвело очень сильное впечатление, цитация, ваша цитация некоторых отрывков Павла Александровича Гринцева. Действительно, очень талантливый перевод, в самом деле. Ну, а насчет Свобавы, тут Ярослав Владимирович что-то на меня ссылался, что меня удивляет, потому что я как раз в Рузане говорил, что на Ярослав Владимирович я ссылаюсь, у него же была статья про калу, нити и прочее. Со Свобавы все очень просто, ведь обычно Свобава – это природа. Мы спрашиваем, почему кошка мурлычет? Мы отвечаем, природа у нее такая, Свобгава. Ну а дальше, а почему кошка дохнет? Ну, дохнут и собаки, и мышь, вообще все умирают, все, что имеет, потому что у нее Свобгава такая, в самом деле. Это более общий класс Свобавы. В этом употребление слова Свобгава, конечно, Свобава с кала, с временем, вернее, это не время, а пора, пора, когда приходит. Она, конечно, синонимична. Ну и в заключение, а нити я где-то его переводил, потому что попадались это нити, по-моему, у меня в одной из жаток, и я его перевожу как непреложность. Ну вот, спасибо. Ну, философская необходимость, но это о вашей-то тогда было бы. Нет, Андрей, вот извините, а можно задать вопрос? Понимаете, когда действительно говорят, что там Свобгава кошки, Свобгава собаки, это более-менее понятно. Это вот и в современном хинде как бы так. Но мне кажется, что слово Свобгава вот в этом контексте и, может быть, в каких-то других, это не атрибут кошки или собаки, а это вот некое, так сказать, нечто, что существует само по себе. А, а тут такой актент? Не атрибут чего-то другого, а самосущее, как само по себе сущее. Так, видите ли, в этом отношении такое употребление философией можно найти. Это просто перефразируется словом атман. Да, это так и есть. То есть я это встречал в каких-нибудь комментариях. Атман какой-нибудь объясняет Свобгаву. Например, кто-то, например, Джаратма. То есть по способу, его атман, ну, тупой как дуб, Джаратма. Так вот, он Джарасвобгава, его природа тупизна. Вот, примерно так и поясняют, что Свобгава и атман – это синонимы, это даже синонимы в Амаракоше. Да, спасибо. Да не за что. Спасибо. Это то, что, конечно, там употребляется Свобгава, Кала, Ниети. И, как я сказал, каждое из этих слов, значит, это термин, там было целое учение было когда-то. Но в эпическом употреблении, вот как раз в том месте, которое вы переводили, там, как вы видите, это объединено. То есть это является, ну, это синтезируется как-то в эпосе уже. Это примерно так же, как мы говорим, там, не знаю, судьба, рок, участь, там, и так далее. Все это как, все это уже синтезировано в эпическом употреблении. Есть такие тексты Свобгава-Вады. Ну, да. Свобгава представляется как высшее начало. Ну, да. Ну, вот я, кажется, не сказал, хотя у меня здесь записано, что это текст не философский, а именно поэтический. Конечно, конечно. Поэтический обыгрывает какие-то термины, которые в других местах, может быть, имеют строго терминологическое значение. А здесь поэт ими играет. Да, вы слышите, но право, конечно. Конечно. Я вспомнила просто комментарии моего профессора Хару по поводу Свобгавы как раз-таки. Он говорил, что она понимается в разных традициях по-разному. Вот как раз-таки как природа, типа, лошадь трясет гривой, потому что у нее такова Свобгава, это буддистское понимание. А Свобгава, например, в индийской философии тоже может пониматься в разных направлениях по-разному. Одна из них, например, в кашмирском шайвизме чаще всего это именно высшая природа. Вот. В других местах, может, еще как-то, я весь комментарий не помню. То есть нужно смотреть еще на контекст, в каком контексте это слово употребляется. А вопрос у меня был, вот, может быть, Свобгава, Сваатма, Сварупа, вот эти три слова, какое-то они могут быть синонимами, а может быть и нет. Сваатма, Свобгава. Да, может быть, там оттенки какие-то значения, или они все-таки как синонимы идут? Я не знаю, тут в этих текстах никакая сварупа мне не попадалась. А если Свобгава, я даже не уверен, что Свобгава, есть такое слово? Не знаю, я не слышал. Вот, Свобгава, вот, Махартха Манджарим в тексте Свобгава есть. Свобгава, Сванбит, Схуттарат. Ну, я думаю, что это все-таки редкое употребление, вот, Свобгава. Ну, не знаю, это тут уже детали. Но вот в этой, в шестой, в четвертой книге Ромайне, по-моему, не попадалось мне ни Сватма, ни Сварупа. Ну, вот, если через европейский идти, то есть, как бы, вот так попытаться, ну, вот, я не знаю, латинский, если еще туда как-то, но Свобгава как сущность, я не знаю, мне кажется, вот, если про философию... Походу, да, здесь, как бы, зависит от контекста. Ну, да, ну, мне вот кажется, что когда в Бхагавадгите сказано «Свобгаву ги правартаты», это слово Свобгава само по себе, не как атрибут чего-то другого. И вот говорится, что вот все, в мире все происходит потому, что вот это то, что есть, вот оно само по себе и существует. И вот, ну, это как бы, ну, не знаю, некая далекая аналогия, может быть, известный там этого самого Спиноза термин «натура натуранс». То есть, вот. Да, я сейчас могу посмотреть, у меня есть словарь санскритских, философских, правда, они дают английский перевод. Это все, словари, это всегда условность некоторая. Но неважно, в общем, всегда открыто для новых и новых интерпретаций, мне кажется. Это точно. Спасибо, что вы меня выслушали. Мы можем продолжать. Про Ромайну можно и завтра, и послезавтра вообще не останавливаться. Нет, ну, в общем, я действительно надеюсь, что вот как-то к концу года я все-таки, конечно, я не льщусь надеждой, что я могу ответить на многие вопросы, но хотя бы я очерчу какие-то сферы, так сказать, области вопрошения, так сказать. Сергей Дмитриевич, давайте приложим список неотвеченных вопросов и издадим летом. Зачем нам конец года? Нет, но еще все равно работа есть и над переводом. Вот я до поры до времени, я его видел перед собой только на экране. Потом я, когда вот для ваших сотрудников, я распечатал там некоторые песни и стал на них смотреть, мне сразу же хотелось взяться за карандаш. Это мои вот, которые я уже делал. И тут же их править, понимаете. Я даже боюсь, честно говоря, но понимаю, что это надо сделать, потому что одно дело, когда смотришь текст на экране, а другое дело, когда видишь его на бумаге. И совершенно иначе его воспринимаешь, и тут же хочется кое-что подправить. Кстати, вот я хочу Ярославу Владимировичу ответить. Я не посмел сказать, что я сверял текст Павла Александровича с текстом, потому что... Но я пришел к выводу, что надо как бы действительно сравнить, потому что этот текст сам Павел Александрович не довершил перевод вот этой четвертой книги. И, насколько я понимаю, он сам это не прочитывал глазом саморедактора, так сказать. То есть вот некоторые вещи явно были как бы еще такие черновые. Поэтому я кое-где чуть-чуть подправлял. Я надеюсь, что, так сказать, я тут никак не погрешил против уважения к Павлу Александровичу, потому что это явно был такой вот черновой текст, оставленный в компьютере недоработанным. Ну, понятно, да. Ну, может, я не так просто выразился. Так что я никак не... Я действительно вот шел по его стопам совершенно. Понятно. С почтением. Ну, спасибо еще раз всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok